Там устье высохло, здесь устье высохло. Дачный кооператив у речки Лизель собирается на сход каждую неделю. Все лето садоводы пытаются справиться с экологической катастрофой. Река, из которой они качают воду для огородов, пересыхает на глазах. Не будет этой воды, вы понимаете, погибнут птицы. Я вот видела лебеди, выводок молодой, как они будут дальше существовать. Люди едут отдыхать, общаются с землей. Но если этого не будет, все засохнет. У нас уже и так живого места на земле нет. Больше всего дачники переживают за животных. В этих местах водятся цапли, дикие утки, лебеди и бобры. После того, как Лизель начала мелеть, живность стала исчезать. Мы раньше качали три раза в неделю по два часа. Сейчас вынуждены два раза в неделю качать себе в ущерб. Просто сохранить вот эту красоту природы здесь. Дмитрий живет в Саратове, а сюда, в Марксовский район, приезжает на дачу. Говорит, раньше здесь и рыбалка процветала. А сейчас не пройдет ни одна лодка. Глубина речки едва достигает метра. Обращались мы в министерство по экологии. Нам пришел ответ, что да, наша жалоба была рассмотрена. Проведена беседа о правильности оформления откачки воды. Слезли и все. На этом они просто отписались от нас и все. Дачники с мая оббивают пороги разных инстанций. Виновниками экологической катастрофы они считают фермера. Говорят, в этом году один из предпринимателей выкупил 12 гектаров земли и поливает ее из водоема без разрешения на использование реки. Через несколько метров от реки Лизель течет караман. Река более полноводная. Дачники просят качать воду из нее. Но фермерам это невыгодно. Представьте мне 300 метров тянуть оттуда. Я могу здесь, вот, 100 метров у меня. Но вы же видите, что здесь она высыхает. У меня денег нет на шланги. Сам фермер с места преступления не скрывается. Виноватым себя не считают. Воду из Лизели он качает круглосуточно. Каждый день работает три, а иногда и четыре насоса. Все это, считают дачники, приведет к тому, что в следующем году копать огороды будет бессмысленно. Но ни местные власти, ни областные на призыв предотвратить экологическую катастрофу. Пусть и районного масштаба, пока не откликнулись. Екатерина Савина, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.